Буквально несколько минут назад центральные СМИ сообщили трагические новости о работе антикоррупционного комитета Никиты Михалкова. Доблестная команда Никиты Сергеевича уже не первый месяц ведет тяжелую борьбу с преступностью и коррупцией в мире российского шоу-бизнеса. В составе комитета 70% известных советских актеров почтенного возраста и им непросто справляться со своими обязанностями, что часто приводит к печальным последствиям. Какое-то время в комитете Михалкова работала частная охрана, однако она не справлялась со своими обязанностями и сотрудники ЧОП были уволены. За время работы антикоррупционного комитета тяжелой травмы и ранения уже получили Лев Лещенко, Александр Розенбаум, Ирина Муравьева и Вячеслав Добрынин. На этот раз несчастье произошло с самыми возрастными членами комитета телеведущим Николаем Дроздовым и актером Юрием Назаровым. Николай Дроздов и Юрий Назаров неожиданно пропали после проверки частного незаконного завода по изготовлению сырья. Артисты перестали выходить на связь и отвечать на телефонные звонки. Лишь только сегодня утром стали известны печальные новости о членах комитета. Николай Дроздов оказался в больнице сердечным приступом. 86-летний телеведущий чрезвычайно нервничал и волновался во время проверки и оказался на больничной койке. Однако с актером Юрием Назаровым все вышло гораздо трагичнее. По данным полиции и антикоррупционного комитета, преступники ворвались в квартиру известного артиста. Судя по записям видеокамеры, в момент преступления Юрий Владимирович находился в ванной комнате, где преступники нанесли ему несколько тяжелых ударов. По словам главы антикоррупционного комитета Никиты Михалкова, нападение на Юрия Назарова может быть вызвано тем, что у артиста на руках находились важные документы о проверке частного завода. Прибывшие на место происшествия Александр Домогаров и полиция обнаружили Юрия Владимировича в ванной комнате своей квартиры. Артист в тяжелом состоянии был срочно госпитализирован. Помимо этого стало известно, что сегодня в Москву прибывает знаменитый композитор Раймонд Паулс. Он будет членом антикоррупционного комитета. К сожалению, состояние Вячеслава Добрынина пока не улучшилось. Он находится в реанимации. На данный момент проводится коллективная молитва за здоровье Вячеслава Григорьевича. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам антикоррупционного комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий. Раймонд Паулс